Добрый вечер. Сегодня у нас с вами последние, так сказать, известия. Начинаем. Вот что у нас происходит сегодня на нашей планете. Но вы знаете, что сейчас, в общем-то, начинается. Ну, уже началось, собственно говоря, Израиль активно бомбит арабские страны, Ливан там. Ну, сейчас вот Ирак подключился, нанес удар по Израилю. Ну, теперь надо ждать ответного удара, естественным. Вот. Но у нас Жириновский Владимир Вольфович предсказывал, в общем-то, третью мировую войну, которая начнется с Израиля. Вольф Мессинг тоже предсказывал, что будет мировая война. Ну, и надо полагать, что сейчас вот очень подходящий момент для ее начала. Предотвратить, конечно, ну, можем, конечно, попытаться. Ну, шансов мало, потому что нас мало, чтобы можно было воздействовать на это все. Тем не менее, мы должны знать, как выжить. Ну, или постараться, во всяком случае, как выжить. Даже вот в этих условиях, когда, в общем-то, произойдет ядерная война. Но то, что она произойдет, тут уже, в общем-то, и сомневаться-то не приходится. Потому что у нас, вот, ну, она была в 19 веке, ядерная война, это война севера и юга, так называемая, да, которую сейчас приписали Соединенным Штатам, да. В реальности это была ядерная война, и мы уже говорили об этом. Это исследование было такой крупной организации, как МИГТЭ, которая следит за всеми ядерными взрывами, атомными станциями, которые у нас, в общем-то, есть на Земле, да, ну, или которые происходили вот те же взрывы, да. Они все это отслеживают, и они, кстати, отслеживают даже те взрывы, которые никто на себя не берет ответственность, что это они сделали. А у нас такие взрывы происходят, потому что у нас ведь не один эшелон власти, да, и один эшелон цивилизации, да, ну, нашей цивилизации все, которая нам известна. У нас тут цивилизации, дай бог, сколько в действительности. Это и внутренняя земля, это и пустыни с оазисами, это и Гренландия, это и Австралия со своим забором, за которым живет Византия сегодняшняя. Вот, то есть, у нас, в общем-то, цивилизации, которые тоже разбираются между собой периодически, да, ну, и поэтому применяют вот ядерное оружие, МИГТЭ это отслеживает. И вот она сделала исследование вот этих ядерных воронок, которые остались еще с XIX века. Именно от ядерных взрывов они характерны, они потому что круглые, там обычно озера уже, ну, и они имеют вот эти остатки всевозможных примесей, которые характерны для того или иного месторождения. Так вот, выявили, что для Австралии характерные примеси, они встречаются вот в этих воронках. Африка тоже воронки и в Азии, и в Европе, и в Америке. Ну, мы сразу можем сделать вывод, кто с кем воевал. Ну, в реальности, ну, то, что мы сейчас севером называем, это была не только Америка, это была и Европа, и это была и Азия. То есть, мы тоже участвовали в этой войне. Соответственно, те воронки, которые образовались в Африке и Австралии, они имеют примеси тех месторождений, урана, ну, и вообще транс, так сказать, плутоновых, этих радиоактивных элементов, они такие же имеют примеси, как вот в Европе, как в Азии, как в Америке. Вот, и они встречаются в Африке, ну, в воронках Африки, в воронках Австралии. Ну, известно, что север, вроде как, победил. Ну, тогда в реальности это была война, в реальности эта война была за независимость, и в реальности мы воевали с остатками тех вот захвальнических крестовых походов, которые у нас здесь осели на земле, и вот они осели как раз и в Африке, и в Австралии. Вот, ну, Антарктика там тоже были, но Антарктика, она покрылась льдом сразу после ядерной войны, фактически, да. Вот, потому что выбрасывался воздух, воздух выбрасывался в космос ядерными взрывами, ну, естественно, давление падало, и температура тоже понижалась. У нас раньше было тепло, что в Арктике, что в Антарктике, росли там тропические растения, и их доходят до сих пор, ну, в Антарктике находят вот эти тропические растения. Ну, Арктика, она затонула. Затонула? Затонула. У нас война случилась в 1820 году, не в 1860, ну, к 60, там сейчас говорят, да. Она затонула именно в 1837 году, после того, как начался вот этот снегопад, который никуда не девался, и он накопился за 17 лет, через 17 лет после ядерной войны, произошло пускание Арктики, и произошла вот эта вот мощная волна, то, что мы называем всемирным потопом. После этого потопа у нас, во-первых, болота, они и сейчас, ну, много болот, которые не осушили. Ну, Европа почти все осушила. А у нас в России так, ну, некоторые болоты так до сих пор остались, то есть Маленское, там известные болота области, ну, там, где у нас партизаны в основном работали, были, вот они там до сих пор остались, и у нас очень много соленых озер. Осталось и не только по всей территории России и Европы, но и Азии, и Америка, везде они, откуда соленые озера. Ведь соль, которая образовалась в океанах, она вообще принадлежит, потому что такой же состав океана, как и у человека, то есть такая кровь, с таким же соотношением химических элементов, абсолютно идентична. А вот они у нас появились еще и на континентах. Ну, потому что, когда была, значит, волна, она, в общем-то, оставила вот эти озера. Озера, они соленые. Соленые, потому что прошла волна. Волна была где-то, ну, километр двести, там у нас океан, он не глубокий, километр двести там метров, ну, максимум там до пяти где-то, вот Греландское море, там до пяти километров, ну, это единичный, так сказать. А так вот километр двести, вот эта вот волна, и то она обошла Землю не один раз. И практически она смыла цивилизацию атлантов. То есть люди, которые были по 4-6 метров, ну, их дома до сих пор у нас остались и в Питере, да везде. Где огромные двери, ну, для нас огромные, конечно, для атлантов это невысокие двери. Ну, и потом сами квартиры, комнаты, да, да, они тоже огромные, больших размеров. Их обычно на два этажа там делают. Но Питер, потому что, ну, естественно, что его никакой Петр не строил, это было гораздо раньше, чем Петр начал там что-то делать. Но вот откопали, да, при Петре откапывали, потому что было много ила на низ стену, потому что же волна идет, она же тащит с собой все. Вот поэтому, в общем-то, откапывали, а городов много затопило. И вот эти вот цокольные этажи вот сейчас появились, которые недооткапывали. Хабаровск вообще 9 метров накопали, нанесло. В Москве и Петре там 6 метров где-то нанесло, да. Ну, то есть большая достаточно была работа проделана потом, чтобы откопать все эти города. Это был потоп. И он случился, по моим расчетам. Ну, я думаю, я опирался, значит, на открытие земли Санникова, 1620 год. Санников писал «Цветущий край», «Цветущий край на севере». Ну, где-то, ну, понятно, но, может быть, это новая земля, может быть, это та земля, которая неизвестна, тот же остров миллионеров, о котором Зорин Валентин пишет. Написал он сейчас, потому что умер. Сразу после этого началось похолодание. А похолодание началось из-за того, что была ядерная война. И вот у нас сейчас точно такая же ситуация. За кулиси нужна война. Она ее сделает. Ну, мы там как-то сопротивляемся. Какие-то еще есть здравые рассуждения в правительствах. Ну, я думаю, они долго там не продержатся. Там стараются все-таки, чтобы пришли всякие, те, которые жаждут этой войны, жаждут реванша. Жаждут победы. Ну, таких, в общем-то, подгоняют. Они-то этим поведением людей легко управляют. И поэтому, я думаю, нам не избежать этой ядерной войны сейчас. И вот когда сейчас произойдет эта война, им надо, чтобы создать такие условия на земле, чтобы люди сами запросились на эту подогнанную, ну, вернее, предлетевшую нам Нибиру. Для того, чтобы, как и в свое время, исполинов переселили, да, вот. Ну, теперь нас переселят. А если мы не захотим по каким-то причинам переселиться, ну, во-первых, там тоже будет выброс, большой выброс атмосферы в космос. Ну, понятно, что давление упадет. Вот у нас так одна атмосфера осталась. Ну, и сейчас даже ниже. У нас одна атмосфера – это 766 миллиметров ртутного столба. А будет, ну, уже 740, вообще-то считается. Вот, ну, я думаю, скоро изменит нам это постоянную атмосферу на 740. А сейчас она упадет вообще в два раза. Ну, это как на 5 километрах высоты. Ну, там люди-то, в общем-то, особо-то не могут жить. Понятно, что опять начнется, значит, снегопады, которые навалят много снега на Арктиду. Ну, и она тоже опустится, как вот Арктида. Арктида уже опустилась, в конце концов, из-за того, что с ней некуда было девать, он даже не стаивал. Ну, и здесь то же самое. У нас, потому что война была в 1820 году, когда давление упало с 1400 миллиметров, но это еще опыт этой речели показали, до 760 миллиметров ртутного столба. Столба была 1400 миллиметров ртутного столба. Ну, и сейчас, если упадет до 350, до 400 миллиметров ртутного столба, ну, и, в общем-то, давление приведет к накоплению вот этих снежных заносов снега на Антарктиде. Ну, и она тоже опустится. В Арктике там, конечно, льды не очень высокие, там 2 километра, небольшие были. Но здесь чуть побольше будет, и не 17 лет пройдет, потому что, когда произошло, значит, накопление, потом случился в 1837 году, это уже абсолютно точная дата. Я-то ее высчитывал в 1842 год. Это я высчитывал, мои расчеты. А здесь очевидец. Очевидец сказал, что 1837. Ну, 17 лет с войны. Ну, у нас тоже на 17 лет, ну, может быть, даже чуть побольше, но это не важно. То есть у нас через, ну, будем считать, даже 20, да, то сейчас 24, значит, в 1944 году произойдет уже Южный потоп, который смоет все остатки нашей цивилизации, ну, которая не пересилится по каким-то причинам на подогнанную Нибиру. Она уже смоет, ну, и Земля уже будет свободна. Ну, а то, что нас, в общем-то, раскрутит на эту войну, нам, в общем-то, даже думать, что не будет так, не приходится. Когда, значит, у нас произошла вот эта ядерная война в 19 веке, да, у нас эти озера сушили эвкалиптами. Вот они вот в Австралии еще остались и растут. Они потому что качают очень мощно воду с почвы. И сушили озера вот как раз эвкалиптами. Ну, и те, которые, в общем-то, у нас росли. А у нас дело в том, что из-за того, что была низкая температура, эвкалипты плохо растут при низкой температуре. Вот. Ну, вот в Австралии вот они выросли. Нам качать будет воду нечем. У нас будут сплошные болота. Да, сплошные болота. Ну, и понятно, что земля будет непроходимая. Ездить будет невозможно на нашем транспорте, но который у нас, в общем-то, остался еще и останется. Большое количество. Потому что людей-то и много погибнет. Естественно, да. То есть, ну, у нас цивилизация будет тоже опять отброшена в каменный век. И фактически она будет уничтожена вот этим потопом, который произойдет вот где-то, ну, в 40-х годах. В нашу столетие. Ну, от нашей цивилизации ничего не останется. И ее, в общем-то, заселят вот эти ребята. Это закулиса, которая, в принципе, здесь. Ну, она уже прописалась здесь. Ну, какие вот есть варианты спастись? Я уже говорю, что читки, которые, ну, у нас мало. Читками можно остановить этот процесс, но не то количество людей. У нас, ну, там сколько-то, ну, сотни-две там наберется, которые читают. Вот, а это очень мало. Вот японцы, когда они посылали на американскую эскадру, плывшая отомстить за Перл-Харбор японцам, да, там весь народ вышел от миллиона. Ну, у нас понятно, народ спит. Ну, чего можно со спящим спросить и предложить? Есть вот такие варианты. Ну, вот знаете, что старых деревнях, ну, которые еще, как бы, использовали знания для православных традиций, да, там, значит, вот вокруг каждого поселка ходили с трещотками. Трещотки, они, ну, как мы уже рассказывали, они имеют количество зумьцев в круге до 24. 24, 23, ну, когда какой покрытель идет, то количество зубьев и включается в один оборот, 23, там, 22, или один вообще, как у Прави, ну, или 22, там, например, как у Велеса, ну, и так далее. И это создавало какие-то события в данном месте. Но дело в том, что случались такие вот происшествия, как исчезновение поселков, которые, ну, были здесь, а потом их не стало. Ну, у нас сейчас происходит тоже, но они происходят не потому, что вот ходят с этими трещотками. С трещотками в параллельных пространствах тоже ходят. И вот если одинаковость это совпала, совпадала, то могло происходить притяжение, и поселок целый уходил. Ну, вот Китежград, это как бы осталось у нас на памяти, а таких Китежградов, ну, совсем недавно, там, в Свердловской области произошло такое явление, пропал поселок, ну, потому что он перешел в другое пространство. Почему, непонятно. Ну, если они там ходили тоже с трещотками, то, может быть, это и понятно тогда. Потому что подобное тянет, подобное. Если там ходят с трещотками, да, причем крутят с такой же скоростью и такой же круг. Ну, вот круг-то мало, вряд ли, да. А вот ближесть, она уже затягивается, затягивает и притягивает. Ну, понятно, что мы можем тоже эти делать вещи вокруг тех поселков, которые, ну, где мы живем, можем делать, можем отдельный дом даже делать, где мы живем, ходим и крутим. Но надо, чтобы по времени совпало. Конечно, там много надо вот этих совпадений и количества вращений за один оборот, и сколько шагов вы там делаете, хоть что-то. А так ведь, в принципе, шансов-то нет. Ну, и честно, понятно, что оно как бы все равно сохранится. Наши люди живут на многих планетах сегодня. Они, конечно, не представляют из себя там единого целого, какого-то государства, какой-то общей истории, которая была у нас. У нас ведь тоже сейчас и нет истории, да ничего нет. Ну, и поэтому в ближайшее время нам надо, значит, попытаться как меньше схватить этой радиации. Ну, радиацию можно, вот я уже говорил, эльвита, но эльвита сейчас не выпускается. Но можно, значит, вот компенсировать вот эти радикалы, которые возникают в результате как раз облучения и излучения радиации. Это вот как раз испарение воды на теле. Если вы будете обливаться периодически, да, вода будет испаряться, то есть вы не вытираясь, даете возможность ей испариться, снова облиться, снова испариться. Радикалы эти компенсируются, и разрушения такого, как обычно делают радиации в организме, не происходит. То есть можно будет, в общем-то, компенсировать в какой-то степени эту радиацию. Но если попали непосредственно под ядерный взрыв, когда вот идет стена огня, ну, сначала идет ударная волна, а потом идет стена огня. Она, кстати говоря, как фактор вообще не учитывается. А он выжигает все, эта стена. Она выжигает все. И у нас, в общем-то, шансов, если мы попались, ну, нас врасплох застало, мы ни в бомбоубежище не попали, ни, значит, какие-то там закрытые помещения тоже не попали. Ну, все, в принципе. Тогда уже можно считать, что все. Но, тем не менее, если ничего такого не произошло, можно бороться еще за жизнь. Ну, и потом, когда у вас уже, а вы захотите вернуться, надо будет то же самое делать с этими трещотками. Ну, правда, вот как у нас распределение идет, как вот начиная с июня, с 21-го, там трещотка идет, один зуб, потом два зуба, это уже 21-го июля, потом идет, значит, уже 21-го августа, три зуба, ну, и так далее, до 24-х, то есть два круга, два круга. То есть, если после 21-го, через 18 дней, да, а нет, у нас сейчас 12, у нас сейчас через 12 дней идет, значит, вы делаете, если месяц, но считаете по дрели православному календарю, не по этому, потому что дрели православный, это естественный календарь, а эти все искусственные календари, ну, которые нам сейчас выдают за греческие, якобы, но они все римские, потому что все названия римские, всех месяцев, там, июль, честь июля, цезаря, август, ну, тоже был такой император, октябрь, тоже такой император был, Янус в честь января, ну, январь в честь януса, февраль в честь фавны, там, месяц мертвых, там, ну, март в честь Марса, Марта, Марта и Марс, ну, у нас в разных языках по-разному звучит, и фактически это все римские, римские, ну, и они звенут относительно нашего дрели православного календаря на 14 дней, поэтому у нас эту поправку надо делать будет обязательно для того, чтобы попасть в другое пространство, ну, а когда все закончится, вы захотите вернуться обратно в землю, хотя вы и там будете на земле, потому что это будут размноженные миры, размноженная земля, тем не менее, некоторые все равно хотят вернуться там, где хотят, хотя здесь ничего не будет уже, все будет разрушено, потому что мы же там можем, там сколько-то десятков раз уничтожить планету, столько накоплено оружия, ну, понятно, что никто, так сказать, спуску давать не будет, ну, и потом ведь у нас экология ядерных взрывов, она же всегда была запрещена, потому что я защищался одним из первых по этому вопросу, и это было все сплошной секрет, почему я отказался, в принципе, от докторской, от всего, хотя потом, но все равно мне дали, как оказалось, но я этого даже и не знал, потому что диплом у меня был кандидата, фактически, ну, и сейчас ситуация, можно, конечно, сделать читки, вот обратиться, может быть, ко всем людям, которые поддержат это начинание, ну, и, может быть, что-то удастся изменить, ну, поскольку у нас Жейновский и Вольф Мессинг предсказали, что ядерная война мировая неизбежна, ну, значит, надо готовиться именно к ней, причем ближайшие события, это, ну, буквально, там, 20 лет-то максимум, когда уже вызовется потоп, причем потоп, у нас будет не километр волна, 200 метров, а 3,7, как минимум, километра, 3,9, потому что у нас и Тихий океан, и Индийский океан, но не все больше 3 километров, 3,700, 3,900, ну, такая будет волна, ну, и где вы спрячетесь от нее, понятно, что надо уходить в сатилитное пространство, ну, или в рожденную землю, которая, в общем-то, ну, где надо было все равно прожить, как минимум 20, там, может быть, даже 30 лет, пока, в общем-то, не случится этот потоп и не смоет все, ну, поглотит уже нашу цивилизацию окончательно. Так что, готовьтесь к худшему, потому что, если вы ставите перед собой цель жить вечно, такие ситуации будут происходить периодически, потому что война – это неизбежное бедствие всех цивилизаций. Они могут говорить, что угодно, но всякая цивилизация сталкивается с явлением перенаселения, а перенаселение надо решать. Решают ее все очень по-разному. Или звондеркоманды там вводят, ну, у нас есть зондеркоманды. Или натравливают, ну, как у нас, опять же, натравливают друг с другом всякие нации между собой. Или, значит, приглашают кого-то, которые могут захватывать и уничтожать. И это тоже у нас есть. Есть, значит, вот эти вот поселки вампиров, которые представляют из себя интендантские войска, которые тоже уничтожают, в общем-то, население воюющих государств. Ну, для того, чтобы разжигать еще больше ненависть друг к другу. Они же все это делают под чьим-то флагом, ну, одна из воюющих сторон. Понятно. Поэтому мы можем, в общем-то, не вестись и не идти на их поводу. Но у нас народ обычно мало что знает, мало что ведает. Ну, и поэтому всегда ведутся, как правило. И поэтому нам все равно надо будет переживать все вот эти явления. Все, кто бессмертны, они должны выживать в этих условиях. Ну, возьмем гектанхеров, которые миллионы там лет живут. Ну, что у них этих явлений, что они не было. Понятно, что они пережили ни одну войну. Естественно, да, они гибли, теряли ни одну жизнь. Потому что, ну, у них как минимум 50 жизней в реальности, как минимум. Вообще-то, мы их 52. Ну, это максимум, которое возможно с нашими рычагами. У нас 52 рычага. Соответственно, значит, 52 тела мы можем создать. Больше не можем создать, потому что рычагов не хватает. каждый рычаг, он связан с каким-то одним телом. А вот сейчас нам надо рассказать, у нас, когда люди жили по тысяче лет, долго жили, да, у нас, помимо прабабушек, нельзя же говорить про прабабушка, ну, про прабабушки еще бывает, а вот про прабабушка, потом про прабабушка, еще 4 уже, 5 про прабабушка, 6 про прабабушка, там же, если 25 лет у нас сейчас рожают детей, да, ну, у нас еще и раньше могут родить, ну, в среднем 25. Понятно, что 25 лет за тысячу лет это 40 поколений, так 40 раз вы про прабаба не будете рассказывать. И у нас были совсем другие понятия, у нас были патроны, это прадедушка, и были матроны, это прабабушка. Ну, у нас женщины, они имели матрон в обережестве, а мужчины патронов имели. И дело в том, что чем больше у вас возраст, вы должны знать своих и прабабушек, особенно женщинам, и прадедушек, это особенно мужчинам, потому что все эти имена бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек входят в имена тех людей, которые живут. Не только кон, кон это 96 лет всего лишь на всего, не только этап, но это 576 лет или 500 лет, но 576 это математически, так сказать, этап, а 500 это, ну, современный, но он естественный, потому что у нас эпоха там, у нас стоит из четырех сезона эпохи. Вот у нас кто прожил, значит, кон, он получает чин, и приходит другой кон. И поэтому у них были чины там ракон, диакон, трикон, кваркон, панкон, ну, до девяти и диракон. Вот они прожили девять конов и получили такой чин. А вот кто прожил этап, да, вот этап это хетты, ну, или гетты, они в истории сохранились, гетты, но сейчас гэ у нас исчезла, она только в сербском и украинском языке осталась, а в русском мы его убрали. Гетты, вот гетты это те, кто прожили этап пятьсот лет, ну, или пятьсот семьдесят шесть. А вот дальше те, кто прожили эпоху, это хэппы, ну, или хапоги у нас осталось, да, вот это дорога хэппов, га, это дорога, движение хэппы, ну, кто-то две тысячи лет прожил. У нас потому, что земля движется вокруг центра галактики за двадцать четыре тысячи лет. Каждые две тысячи лет у нас Солнце стоит в каком-то созвездии. Ну, и поэтому двенадцать знаков зодиака и двенадцать богов первого икона, он самый главный первой икона. И получается двадцать четыре тысячи лет. Нам говорят сто пятьдесят миллионов лет, но это художественный свист. Солнце встает в одном только созвездии две тысячи лет. Но это известно не только от египтян, это вообще известно даже подсчеты показывают, что движение как раз от Солнца около двух тысяч лет. Но сейчас они вычисляли, что больше двух тысяч лет, но это все неправильные подсчеты, потому что у нас все увеличивают, как правило, увеличивают для того, чтобы нам внушать, что такие огромные расстояния, и мы их никогда не преодолеем. В реальности наша галактика имеет там пять где-то световых лет всего лишь в диаметре. Ну, я раньше считал тридцать, но это уточненные данные, говорят, что пять всего лишь. Но это ни о чем можно так сказать. Это очень близко все находится там. Кто прожил эру, то есть двадцать четыре тысячи лет, это были геры. Геры или герцоги там идут. Но и кто прожил четыре эры, то есть он назывался хауне, но у нас буква херь, которая сейчас тоже похерена, она в реальности обозначала человека, человека, долгоживущего человека. хэты, это гетты, вернее, хэпы, хэры и ханы. Ханы. Ну сейчас хан просто говорят. Хан тот, который уже прожил фактически девяносто шесть тысяч лет. Это четыре эры прожил. И вот когда вы прожили этап, у вас должна быть уже в вашем имени появляться бабушка, ну, то есть матрона, прабабушка, матрона, если вы женщина. Но если вы мужчина, значит, должен появиться в вашем имени прадедушка, то есть патрон. если вы прожили уже эпоху, у вас уже появляется прапрадедушка, то есть второй патрон. Ну а если у вас вы женщина, значит, вторая матрона. Почему так нужно? Потому что чем выше дерево, а корней нет, корней нет, но умрете. Поэтому вглубь туда надо уходить в прошлое, для того, чтобы дерево стояло. Ваше родовое, но оно не родовое, оно ваше индивидуальное дерево, оно должно стоять. и должен быть корень глубокий. Вот чем выше туда, тем глубже вниз должно быть. Но когда вы прожили уже эру, значит, должен быть три патрон и три матрона. Ну и кто хан прожил уже эон, да, но уже четвертый. Патрон и четвертый матрона. Ну это понятно должно быть. Ну значит на этом все. Больше мне в общем добавить ничего. Сейчас мы сделаем с вами перерыв, после чего я отвечу на ваши вопросы. Продолжим наш вебинар, начнем с ответов на вопросы. Если серые такие крутые парни, то почему они не выйдут наружу, открыться по виду, значит, есть третья сил, с которой они считаются, которая над схваткой, понятно, что у нас те же самые гекотанхеры, чужих, думайте, уничтожили, они же все равно повелители, но они в какой-то стиме заинтересованы в том, чтобы все-таки земля осталась жить, ну и наше человечество, потому что у нас смотрите, гекотанхеров грохнули, титанов грохнули, исполинов вообще выкинули на немезиду, тоже грохнули, атлантов затопили, да, но теперь мы, нас могут сейчас и грохнуть, и запить, вот, он не нам помогает в какой-то степени, знакомы ли вам такие имена богов, как Каба и Сублага, интересные имена, конечно, но Каба у нас священное место в Мекке, это бывший мавзолей Магомета, там у него гроб летал, ну, знаете, все эти легенды, вот, но Магомета ведь вынесли, да, сейчас ведь никто не знает, зачем это Каба построена, но это было, это был мавзолей, вот, и у него есть хранители, вот хранитель с хранителями был контакт, они говорят, что Магомет собирается вернуться, вот, когда все закончится, он вернется, а Сублага совсем не знаю, кто такой, у нас ведь много всяких народностей, у которых разные боги, ну, может быть, только вот такие и есть боги, я правильно понял, что Капитал написал Ленин, а не Маркс, и не тот, который нам подсунули, ну, Капитал, там, он, первый том, который нам все дают, а там есть еще дома, которые, ну, как бы, они черновики, вот, ну, и Ленина у него вообще 55 томов, вот, издавали, ну, там и письма, и все издавалось, вот, ну, а Ленин, вы, если посмотрите на Карла Маркса, вот, ну, в принципе, и Ленин, одна фотография, одно лицо, но говорят, что ли, Маркс в 1817 году родился, ну, может быть, но в 1937 году уже был потоп, там ведь мало кто остался в живых, но кто-то, конечно, остался, Ленин родился, ну, нам рассказывают, в 1870 году и умер в 54 гонам, но, скорее всего, он родился после потопа, какое растение можно жевать, как, как эффективно обезболивающее, если где-то болит, я знаю, как уже идет, но я не советую вам, садиться на эти все обезболивающие, потому что, ну, есть обычные обезболивающие, которые навокаин там используют, ну, или там производные его, навокаина, на него подсадят, человек точно не подсядет, но вообще, вот воспаление, допустим, троичного нерва, он уже не лечится никак, но и люди кончают самоубийством, потому что боль-то невыносимая, троичные нервы, это зубы, вот, но это лечило, левита, левита лечила, предлагали, значит, использовать ее, ну, самому разработчику, но он умер, к сожалению, вот, а наши ребята все еще его, эту левиту, не наладили, там есть, который тоже был разработчиком, но что-то вот особо-то не стремится все это возродить, расскажите подробнее про про трещотки, как настроиться, какое совпадение нужно с временем, какое количество зубов нужно, ну, я знаю, что трещотки, мы заказывали их, вообще-то, мы их делали 24 штуки, для каждого бога своя трещотка, ну, там круг сделаешь, 23 звука таких, а там пружинка, она, ну, пластинка железная, она вот, когда идет по этим зубам, она тысяч, ну, как бы, щелкащит, такой звук издает, но их, я видел, применяют в оркестрах, у нас просто был знакомый, он восстанавливал инструменты старые, я у него скупил все, чем можно было, ну, что он делал, и вот эти трещотки разных этих, она простое, там колесо, колесико вот с зубьями, ну, как шестеренка, но только колесо зубьев там разное может быть, и потом пластинка, вот под пластинку она крутится, ее загибает, и она ударяет следующий зубец, ну, со звуком, естественно, и вот эти вот звуки, они, когда их закручиваешь, тоже, вот они могут вызвать телепортацию в другое пространство, ну, я об этом как раз и говорил, что можно попытаться, не значит, что у вас будет она, но можно попытаться, почему вы хотите изъять свои некоторые книги, и как же люди будут знать о древле православия, так всем ведь не надо о древле православии, многие же они, дофини вообще любая религия, вот, тем более, какое-то древле православие, так что для них это вообще никак не скажется, те, которые стремятся, которые интересуются, они и так найдут все, что надо, вот, это все, что я хотел сегодня сообщить по ближайшим событиям, всем спокойной ночи, кого уже ночь, я Costa, вот, 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 Продолжение следует...